Алексей Егорович Лапшинский родился в 1927 году в Ульяновской области в большой семье. Оставшись к шести годам сиротой, он рано научился быть самостоятельным. Позже он выучился на тракториста и уже в 14 лет, когда началась война, работал на полях и выполнял по две нормы. В 1944 году отчаянно хотел попасть на фронт, но его не отпустили. Если вы заберете самого лучшего бригадира, то у нас посевная сорвется, не берите. ВНКОМ пошел навстречу, и меня вернули работать. Но своей главной победой Алексей Егорович называет семью. С будущей женой Лидией Павловной он познакомился через родственников. Сначала встречались, ходили на танцы, переписывались, а спустя год поженились и стали жить в Саратове. У них родилось двое сыновей, а затем внуки. Вместе супруги прожили 69 лет. Начиная с 65-й годовщины их стали приглашать на различные торжества, где они делились секретами образцовой семейной жизни. На транспорте прогуливаются по скверу, где нахожусь, всегда со мной люди здоровые. Откуда вы знаете меня? А вас по телевизору показывали, а вы у нас беседу проводили. В школе или в институте. Ну, в общем, пять лет мы там, образцовая семья были, чемпионами по жительству. К сожалению, год назад Лидии Павловной не стало. После чего Алексей Егорович переехал из Саратова к сыну в Москву. Но даже после случившегося не потерял жажду к жизни. Воспоминания помогли пережить тяжелую болезнь. Недавно ветеран переболел коронавирусом. Теперь он уже полтора месяца находится в пансионате. Благодаря своему открытому характеру Алексей Егорович быстро нашел новых друзей. Человек очень общительный, приятный в общении. Интересно рассказывает очень много о своей жизни, о своей службе, о войне. Главной опорой в жизни каждого человека ветеран считает семью, которую необходимо ценить и оберегать. А превозмогать тяжелые испытания помогает сила воли. Желаю вам соблюдать здоровье просто и дожить лет до 100. Все говорят, ну нам 60 лет или молодые, 40 или 20 лет. А тебе только все осталось 6,5 лет. Несмотря на почтенный возраст, в свои 93 года Алексей Егорович занимается северной ходьбой, старается подбадривать соседей по пансионату, шутит с персоналом и не теряет бодрости духа. От себя мы желаем ветерану крепкого здоровья и исполнения его мечты – отметить вековой юбилей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.